Звездные войны по версии Трампа. Американский президент поручил Пентагону немедленно начать формирование нового рода войск, военно-космических сил. С кем намерены воевать и каким оружием, выяснял Дмитрий Анопченко. Для защиты Америки недостаточно просто присутствовать в космосе. Там нужно доминировать, сформулировал Дональд Трамп, суть нововведений. Дескать, почему эти штаты должны плестись за Пекином или Москвой? Когда я пришел, наши планы по космосу были не так хороши. Но сейчас все изменилось. Много оптимизма. Мы не хотим, чтобы Китай, Россия или другие страны вели нас. Мы всегда лидировали. Но теперь лидировать хотят еще и в военной сфере. В принятой при Трампе оборонной стратегии космос считают отдельной сферой боевых действий. А значит, помимо традиционных родов войск, тех же армии, авиации и флота, еще и космические силы нужны. По настоянию президента и еще одну правку внесли. О возможности введения боевых действий на орбите. И технологии для этого уже существуют. Те же высокоточные лазеры или электромагнитные средства для ослепления спутников противника. По данным американской разведки, Китай глушилки для спутников полным ходом разрабатывает. И даже опытные образцы мог в космос выводить. Значит, и штатам пора действовать. В создании космических сил Соединенные Штаты пока что еще на самом первом этапе, пояснили репортерам в Белом доме. А в Пентагоне мне и вовсе сказали, ни штатного расписания, ни даже формы для нового рода войск пока что не придумали. Дело в том, что министр обороны генерал Мэттис был категорическим противником этой идеи. Публично заявлял, мол, нечего разводить бюрократию. Но сейчас есть четкий приказ главнокомандующего. И значит, его будут выполнять. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.